Бурнаул на пороге больших изменений. Проект обновленного генерального плана краевой столицы, который определит векторы развития города на ближайшие 15 лет, готов. Сейчас этап общественных обсуждений проекта главного градостроительного документа. Власти принимают замечания и предложения жителей, чтобы внести финальные корректировки, совместная работа над общим будущим. Масштабная работа по внесению изменений в существующий генплан Бурнаула началась несколько лет назад. Все это время рабочая группа в составе архитекторов, строителей, промышленников и депутатов тщательно обсуждали каждый вопрос и каждое решение, напрямую затрагивающий градостроительную ситуацию в Бурнауле. Такой подход был применен впервые. Этого требовали вызовы, стоящие сегодня перед городом. В этом генеральном плане разработчиками предусмотрено освоение новых территорий, как на левом берегу, так и в правобережной пойме, но, естественно, с мощнейшей инженерной подготовкой. Освоения правого берега в генплане 2019-го не было. Обновленный документ предполагает появление там многоэтажек, общественных и социальных объектов. Причем в плане коммуникации заселить правый берег технически проще, чем северо-западную часть Бурнаула, что в районе ТЦ-Арена. Именно туда нацелены взгляды застройщиков. 86 гектаров бывших сельхозугодий отдадут под жилые комплексы. Коммуникации с прилегающих территорий нуждаются в реконструкции, однако вкладываться в сети готовые строители и ресурсовики. Вместе с вопросом жилых микрорайонов в обновленном генплане предусмотрели вопрос транспортной доступности. Были затронуты вопросы обеспечения связи между северо-западной частью города и центральной частью и внесены предложения по транспортным артериям, которые соединят эти части города. Особое внимание было уделено отводу транзитного транспорта из города и сформированы отдельные предложения. По словам Андрея Федорова, некоторые инвесторы уже проектируют часть дорог для новых территорий, другой частью займется город. Все понимают, что развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на развитие города. Кстати, обновленный генплан создаст новые площади и для индивидуальной жилой застройки. Еще одной важной темой документа стало формирование зеленого каркаса Барнаула. Важная тема для города. Отрадно, что в последние годы сами жители инициируют появление новых зеленых пространств. Все зоны рекреации, которые уже существуют на территории города, они были сохранены. Более того, были предложены ряд новых территорий. В частности, была предложена большая территория размером более 20 гектар на территории северо-западного планировочного района. Разработчики генплана подчеркивают, что в процессе работы над документом получили сотни предложений от экспертов. Касались они в основном зонирования городской территории. А сейчас заканчивается прием предложений и замечаний по содержанию генплана от жителей краевой столицы. Приложения или замечания к проекту генерального плана можно подавать через форму электронного документа, размещенного на официальном сайте комитета, либо письменным обращением, либо через внесение записи в журнал экспозиции. Экспозиции генплана представлены в 26 населенных пунктах, а также в пяти районных администрациях Барнаула. А на сайте городского комитета по строительству можно узнать время консультации специалистов, которые ответят на все интересующие вопросы. Эксперты обещают, замечания от жителей обязательно рассмотрят. Если эти предложения и замечания не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, следующее, если эти замечания и предложения будут направлены на усиление городского коммунального и инженерного хозяйства, если эти замечания не будут ущемлять интересы большинства горожан. Специалисты подчеркивают, что обновленные градостроительные документы должен отражать интересы большинства барнаульцев и работать на улучшение жизни в городе. Генплан планирует представить для утверждения в городскую думу до конца года. Одобренный документ позволит приступить к разработке концепции комплексного развития территорий.